Всем добрый вечер, уважаемые зрители, меня пригласили в студию дизайна Андре Тана, обучающая студия, здесь очень красиво, сегодня презентация, жду Олечку свою подружку, я уже фанская, так люблю всякие встречи, фэшн вечеринки. Все наше расписание заполнено многочисленными мастер-классами и программами обучающими, которые уже стартовали и успешно принимают наших первых учеников, и на самом деле планируется еще очень много образовательных программ, которые стартуют, я даже сейчас, наверное, все и не перечислю. Это не относительно дизайна одежды и производства, относительно бьюти-индустрии и обязательно, конечно, будут детские программы и мастер-классы. Вот это очень важно, потому что, как бы, приобщать детей к высокому посредствам рук и мозгов, это такое самое красивое дело, ну, спасибо, что вы этим занимаетесь. А подскажите, почему вы выбрали именно эту сферу? Почему именно Андретан? Почему именно Академия Андретана? Вы знаете, наверное, выбрать Андретана маловозможно. Скорее, может, выбрать он. Это правда. Это действительно правда, это не шутка. И многие те, кто выбирают его, не всегда выбирает он. С этой темой я связана, наверное, на протяжении всей своей жизни, потому что я очень любила рукоделие с самого раннего детства и проводила за этим очень много времени. Очень красивые, очень красивые. Интересные. Можно просто рассматривать и рассматривать. Я прям полюру. Это вообще великолепно. От кончиков до самого, в общем, прекрасно. Это очень интересно. Люблю женщин, которые одеваются интеллектуально, красиво. Не просто интеллектуально, а не просто. Николя тоже интеллектуально и красиво одетутся. Все сегодня красивые. Одеты и стильные. Да, ну, знаете, я тоже на самом деле очень рада. Для меня это очень большой запрос. Флатье Андретана гуляет. Нести свет, эстетику, нести моды и красоты. Да. И открыть такое мероприятие, такое заведение, обучающий центр у нас в Днепре. Я считаю, что это наша работа. Я тоже считаю, что это наша культурная, такая серьезная точечка, еще одна, еще одна зирочка на нашем, так сказать, красивом пространстве культуры Днепра. Да, это правда. И Андретан, он, конечно, очень интересная личность, потому что он сам себя сделает. Очень тяжелый путь прошел. И очень многого достиг. Я горжусь тоже потому, что он украинец. И его знают очень много. Представлять, конечно, и находиться у вас в гостях, это тоже очень приятно. Дорогого сосудия. Спасибо вам. Оля, ты замечательный интервьюер. Это все попадет на YouTube. Я думаю, что лично немножко общалась. И, конечно, он человек ссор. Однозначно. Но он может, конечно, и хорошенько, как сказать, сделать. Я помню, у многих женщин, конечно, на его колокольниках было. Он, конечно, говорит, боже, как можно вообще носить. Как можно себя так испортить? Это правда. Красивые женщины. Он стильный, видно, его стиль пера видно всегда. Очень, конечно, интересный. Ну, смотри, моя юбка, я никого не видела в Днепре такой же, от Андре. Да? Да, с маками красными. Хочу, не знаю, рассказал ли вам кто-то в целом о пространстве. Хочу, что из зоны белкома, как раз оттуда вы пришли. То есть, из нашего красивого входа мы попадаем сразу в лекционный зал, где у нас проходят очень много, на самом деле, занятий по различным направлениям. Это и фэшн-инлюстрация, и 3D-моделирование, и стилистика, и дизайн. И из этой зоны можно переместиться в пространство, в локацию, где происходят бюджеты. И, да, так как, пространство транспортное. Здесь мы и угощаем наших гостей, и в рабочей время, в рабочей атмосфере. Здесь работает бьюти-бар, бьюти-зона. И наши студенты здесь обучаются направлению мизажному, учатся стилю по волосам, делать прически, укладки, повседневные, подиумные. И также у нас есть узкоспециализированное направление, которое, на самом деле, стоит большого внимания, потому что я теперь об этом знаю очень много. Это все, что касается архитектуры, колористики, ламинирования бровей и ресничек. Да, я думаю, после интервью спрошу вас, где брови так ровненько, чтобы не накрасить. Сразу, да? Понятно, зачем? Начались интересные вопросы. Хочу вас пригласить в наше конец пространство, в творческое мастерство. Очень важный элемент на лице у женщин. Все время думала, что это все беспроблемно. Когда накрасила мастера, я поняла, что да, есть еще место работать над прекрасным. Приехи, как Алиса попадает в церкви и проваливается вообще. И забыть, как отсюда уходить. Да? Красная публика. Красная публика. А я хочу сказать, что... Есть, есть, надо будет найти. Вот эта прекрасная дама, Альбина, воплотила просто мои какие-то фантазии и мечты в реальность. Потому что днями и ночами в технике по пьемаше мы добивались этой туфельки, которая стала шляпкой и украсила прическу нашей мадам. И величество моды. Сегодня у нас в гостях сами по себе творческие дамы, которые и рисуют, и шьют, и стригут, и делают все, что можно сделать руками. Я не знаю, во многих направлениях. Не только в профессиональном плане, но и в бытовом, для удовольствия, для форби. Но, тем не менее, я знаю точно, что вы их удивите и расскажете намного еще больше, чем они могли подозревать. Кармашки. Это рождественский адвент для детей, куда продаются задания. Адвентский календарь. Адвент календарь называется. Мое дитё выросло с того возраста. Да, они будут разные. А тапочки какие были. Это для примера, смотрите, валеные, видите, это валеные. Валеные туфли. Вот это валеные, видите, там валеные, да? Да. И у нас это есть курс по валянию. Ой, мне так нравятся валеные всякие штуки. Да, да, да. Правда, это мало. Да. Если людей замовернутся в воду столу, там фэшн иллюстрация. У нас есть курсочек фэшн иллюстрация. Это вот книжка? Да, да. Фэшн. Книжка рисунки, рисунки, да. И вот эскизы. Это эскизы. Вот это уже студенты наши рисовали. То есть оно еще не в производстве, оно еще будет, да? Да, да, да. Вот так начинаются они с эскиза вот таких и дальше. Потом еще у нас мастер-классы. Сейчас осень, мастер-классы по тыквам. Вот там есть тыква другого типа стоит. Кстати, скоро будет корпус в Киеве. И уже наша одна ученица готовит свою коллекцию. И в ноябре месяце повезем ее в Киев. А магазин ваш находится на проспекте. Я заходила. А то свою юбку я еще в Тернополе покупала. Не было в Днепре магазина. А сейчас есть. Это приятно. Да, вот нижнее белье мы можем. Надо померить. Обязательно. Обязательно. Я один раз уже померила. Вот такой декор на Новый год можем. Это мастер-классы проходят буквально за один день. Можно сшить. И у нас есть люди, которые шьют из года в год и украшают елку уже полностью своими шарами. Коллекция шаров получается. У меня подруга вяжет крючком и их крахмалит. И они какие-то такие воздушные. Сейчас Андритан говорит, что это самое модное платье. Это платье вязаное крючком. Очень мечтаю о нем. Но это надо. У меня была платье вязаное крючком. У всех гостей ее вытерят. Я сказала, что у этой дамы самое трендовое на сегодняшний день наряд. Крючком у меня есть где-то черное. У нас без подруга техника. Достаем лопушки калиновое. Со всеми, какими у нас еще будет стоять пара машин. То есть техник шьется на... Вот это красивое что-то такое, кружевое. Это кружево, которое шьет Татьяна. Где она у нас с Татьяной? Нет, это там Галина. 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 Галина, да. Посмотри. Надо на темном фоне вот так. Это вышивка. Ага. Машинная вышивка. Это вот Галина. Это свой класс. Да, вот посмотрите, это той же самая. Тоже самая. Тоже самая. Тоже самая. Тоже самая. Тоже самая. А это прикладывается или как-то куда? Это на водорастворимом флизе лини вышивается. И потом, когда смывается, остается один горненький. Его можно... Класс. Класс. Я такое люблю. Под черное платье. Это можно к нашей Галине. Ой, маску мне надо тоже. Вот. Это Галина. Галина, ты мне снимешь, я примерю. Только там. Пожалуйста, маску. Малейся. Малейся. Да, конечно. Посмотрите, как это очень. Это для рулевых игр. Это профессиональная. В театре имеешь в виду. Можно и только. И не только, да. Очень красиво. Хотите, можете с маской где-то там в... Сфотографироваться. Это просто у нас фотографа. Можете сфотографироваться и там где-то... Да, я сейчас ее заберу. Посмотрите, там около зеркала будет очень красиво. Да-да-да. Да я бы знала, я бы тут платье одела вечернее. Мы снимаем все. Самая красивая часть. Мы сейчас сделаем. Смотрите, вот здесь около зеркала, мне кажется, будет хорошо. Вот тут подсветка такая хорошая. Ты бы сначала здесь, в церковном, если расскажите. Я бы пыталась показать, что такого дела в Апции было. Вот, дайте. О, Галечка, спасибо. Это все тоже машинная вышивка. Класс. Смотрите, что у нас найти. Да. Ой. Вот такая вот снежиночка, и она украшена бисером. Не бисером, но камушком. К камушкам приклеена. Но это детки или взрослые играются. Это елочная игрушка. И это, и то, и то, и то, и то, и то, и то, и на елку. Ну да, так как крючком, только машинные вышивка. Да, да, машинные. Это техника бюльфы. Вручную изготавливается на курсе самообразования. Вот такую красоту. Ну, там очень много всевозможных техник. Это для картины так и предусмотрено? Нет, нет, это просто образец. Это в одежде применяется. Просто схема, поставили ее вот в картину, так оно красиво выглядит. Это альбомы с тканями. Это материаловедение. Это ткани Андретабы? Или это всякие для учебы? Здесь разные для учебы. Это просто чтобы, да, понимать, здесь, допустим, шерсть именно для верхней одежды. А у вас, например, можно пошить пальто? Мне хочется зимнее такое, это с подкладкой, да? Да, мастера. Здесь костюмы. Они специально не обработаны для обучения, чтобы нужно было нитки выдернуть, посмотреть слойность толщины. А это валяные. Также мы забываемся фелкингом, да. Это сухое валяние, нужно иголочкой сделать такой листочек. Это вот на мастер-классе тыква. Можно выбрать кусочки. Даже такие валяные у нас. Можно картину сделать, рисунок шерсти. Ага. Игрушку сделать объемную. А почему у нас есть игрушка, которая стулеет? Да? Да, можно вот я. Ого, даже нельзя трогать. Да. 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 И всякие стразики, всякие налипочки. Это как называется? Мули? Мули. Мули. О! Мули. Красиво. Это для тыков. Как у нас будут такие гламурные тыковки. А, да, вот и лоуин уже скоро у нас. Да, да. С конца месяца. Да, да. У нас будут тыковки прямо такие из камня. Класс. У нас есть такая маленькая у вас мастерская, но все. Но много разных обучений. Так. Пиджачок красивый. Угу. Как вас зовут? Марина, шахник. Очень приятно. Вы мастерица по? Я мастерица по бейчбарку. Ага. И фаши, конструирование нижнего белья, домашние одежды, будуарной коллекции и спортивные. А будуарная коллекция это как? Бударная коллекция такая. Пеньюары, сорочки, конденации. Боди. Боди, да. Это тыквы. А вы? А вы мастер-классы вот тыквы, шары, вот это тоже все мое. Я Тараненко Юлия. Я преподаватель курса конструирование женской одежды, формообразование курс и курс материаловедения. Очень приятно. Спасибо. И девочки тоже работают, да? Да. Я Татьяна веду куши, не куши, а мастер-классы. И в бакилку. Я буду в Долина Чепуль, я преподаю куши по технологии куши. Очень приятно. Ну и мастер-классы, наверное. У тебя будут мастер-классы по бушевке. Да, мои работы будут воротничок с зоной. Воротнички. Белье, конечно, в Андертана красивое. Да, бесподобное белье. А главное, по вашим мерам. По все, что важно. Это отдельная тема видео, я приду будет белье с примером. Хорошо. У вас такой красивый вид из окна. Сейчас обязательно покажу зрителям. Это минора в Венгенеице и Днепр. Уличка красавица прибежала. Бежала, бежала, бежала. Света, не остановись, смотри, вот цветочки. Дорогие друзья, для того, чтобы было в хорошее настроение, его нужно делать. Надо выпить шампанского. Пошли, тебе еще никто не наливал? Смотри, Оля, ты просто пришла позже, а я раньше. И я здесь как бы все уже знаю, видишь? Возьми себе бокалечко. Ну давай. Любой. Вот такой вот, рядом с тобой. Давай. Давай за нас. Будем делать настроение. Да, я очень. Есть, кстати, вода с лимоном. И это очень, очень, я считаю, что это круто. Потому что вот хочется... Я по утрам пью воду с лимоном или воду с алое. Каждое утро. Поэтому ты такая хорошая. 400 миллилитров теплой воды с алое или лимоном. Шампанское только по празднику. Гости приходят с букетами такими красивыми, осенними. Красный перец. Осень. Такая осень и розы красивого цвета. Здесь красиво учат, наверное, мастер-классы, как... Не реставрировать, не декорировать. И как это, Оля? Одно дело декорировать, а другое... Кассервировать стол. Сервировать. Да. А есть же еще этикет для обучения декорации, как оформлять стол. И я думаю, что этикет за таким столом просто необходим. Теперь, Оля, смотри, этот стакан для сока. Боже, это прелесть. Вы посмотрите, какие они черные, боже, это сильно. Но это сверху нанесение, нанесение. Слушай, смотри. 18-46. В общем, мы еще хотели с тобой на ebay. Там что-то на ebay. Смотрите. А ты что, снимаешь? Ну, конечно. Подожди. Это для шампанского, это для вина, а это для другого вина. Как разобраться, какой для какого? Ты видишь, я почти необразованная. Вышла в свет, а сама не знают. Вот это для красного, а это для белого. А это для шампанского. То есть один человек, а, понятно. Ты говоришь, что ты пьешь, и они убирают, забирают тебе только один. А подсвечники, смотри, какие красивые. Все здесь красивое. Знаешь, как я мечтаю про дом, и чтобы у меня такая столовая была. И я садилась вот там, понимаешь, вот там в конце стола. А мой муж с другой стороны стола. Можно не муж, можно любовник. Смотри, не, ладно, сын будет садиться. С другой стороны стола, и мы будем так ужинать. Это же прекрасно. Мечты должны воплощаться в реальность. Я над этим работаю. Очень красивое местоположение. Очень мне нравится, что это видно город, панорамы, магазины. Здесь все есть, мастерская, и пар, и где пить кофе, посмотреть на себя, и что-то сделать для вами. Очень приятные люди, которые здесь это все делать. Я, она, приятная, молодец. Я очень рада за то, что они сделали это. Это, соответственно, название Террия, чтобы процветал. Девушка. Отлично. Оля Буровлева. А теперь вы. А теперь я? Нарежу. Сейчас будем немножко интервьюировать Лессу, пусть она немножко выскажет сюда, чтобы до своего видения. И все. И глаза есть из-за чьей. Мне очень нравится, что подобные следения открываются на многом городе, что есть место для встречи. Здесь можно представить, что вете, не можно выбрать в себе, о том что нужно получиться. Что нужно. Прекрасно. Как… Исна, образец, образец себя нахрен, строительство, чтобы уже есть личные физики, чтобы чисто делать моменты и я, чтобы тут…. Верон и далее. Верон, в ее наиболее, с нашей стороне, это на крыше сабвцентричит. Это прекрасная площадка. Все здесь компактно, все со стилем, со вкусом. Мне нравится, что Яна в Москве красиво организовала. И благодарна Поличке своей подруге, которая меня сюда пригласила. И надеюсь, увидится не последний раз. Я как певица, но мы ее готовы. Я не знаю, что я. Молодец, ты про певицу все же. Я же певица же, Оля, ну как же, понимаешь? Опера, это тебе не просто. Ты других хвали, но о себе не забывай. Спасибо. Спасибо. Мне очень нравится этот стол. Здесь очень прекрасно. Забираем стол. Забираем. Забираем со всем, да? Идем тусить дальше. Ой-ой-ой. Так, это шуклятки какие-то? Короче, здесь косметика, здесь цвета-светыка. Майкапа. А, да, ну зеркало же мейкапистое. И лампа. Так, внимательно тут камера стоит. Конечно. Вечер был замечательный. С вами перезнакомились, пофотографировались, далее им перебью. Красивые девушки, отчаливаясь, и все дальше. Впереди нас ждут мальчики. И пусковка ночная. Это будет очень интересно. Боже, это только начало. Только начало замечательного дня. Всем желаю хорошего вечера. Я вас люблю, дорогие зрители. До новых встреч. Андре Тано. Академия Андре Тано. Мы рекомендуем, приходите. И здесь вы найдете еще очень много пишек и секретиков. Дополните себя и покажете себя другим. А это тоже очень важно. Обменивайтесь с энергией, дорогие мои. Только позитивно. Мне надо сливать свои проблемочки. И не туплить его. И быть нам позитивнее. А это у тебя такой классный. Я прям хорошенько. Мне нравится. Поли-контор. Более чем более. Все теперь классные. Ты смотри, я сейчас поверну против света, и уже нет вечера классных. А я все равно муха. Свет, это как падает свет, видишь? Ну да, так уж я. Вот это муха очень рампус. Надо все, свет правильный. В нашем возрасте главный свет. Свет изнутри, свет. А это Галина Охотник. Это обмерная певица, камерная певица, артиста органного зала, солистка органного зала. Мы были на концерте. И педагог. Спасибо большое, очень приятно. Улыбаемся, девочки. Я не могу вас слышать. А я не знала, куда нужно улыбаться. Куда? Везде. Там снимай. И там снимай. Очень желаю вам творчественным светом. Спасибо вам огромное. 31 часа приглашаю вас в Академию стиль и дизайна Рыта. Сюда? Да, на свою первую концерту лекцию, которая будет спасать любой нам внутри. Это будет все костюм. Это будет все костюм. Это будет все костюм. Ты костюм я пришла? Да. Звонишь. А мы забыть. 31 часа, 31 октября. Кажется, киловый сайт. А у нас будет музыка среди вековья. Утром ваджа будет на ней в сетях. 94% прийти в костюме. Можно без костюм. Можно просто прийти. Окей. Договорились. Здесь все красиво, но мы увидим больше. Прекрасное место, прекрасные люди, прекрасные тусовки. Я думаю, что только в Бомара, где мы встречи блогеров организовывали, и Гельфер организовывает. Потом наши мальчики, на втором этаже сцена есть, где можно выступать. Столько красивых мест в Днепре. Это очень интересное одно странство, где вас, если не надо, очень, самое лучшее, вы старая и самая лучшая из разного дева. Очень спокойно из обстановки. Если вам будет что-то непонятное, вы всегда можете повторно, а в радиссии напомню, если вы хотите выглядеть роскошно и красиво, вы обращаетесь в вас в Днепре. Да, нет. Я плохого не посоветую. Ухожу только на приятные мероприятия, и красивые, и стильные. Там была Галина Омотник. Это моя Олечка Порублева. Я сейчас ее забираю, а то не успеем. Мальчики ждут. Люблю нас, дорогие мои.